Всем доброе утро! Мы сегодня едем в город, потому что у меня съемки. Я буду брать интервью у Маши Комиссаровой, ныне Чаодаевой, та олимпийская спортсменка, которая в Сочи сломала позвоночник и теперь она на инвалидной коляске передвигается, но мы с ней дружим, не знаю, сколько, наверное, год уже где-то. Пока виртуально, вот сегодня в первый раз в реальности встретимся, подружились, потому что моя мама делала ее сыну массаж, вот, так что мы договорились о съемках. Я надеюсь, это будет интересное видео, как я взяла свой ежедневник с вопросами. Да, взяла, все самое главное записано в этом ежедневнике. И может мы еще сегодня там чуть-чуть успеем пофотографироваться, не знаю, у нас студия на 2 часа забронирована, причем это та же самая студия, в которой мы с Мариной фоткались, когда я была беременна, но другой зал я взяла, так что в родные места поедем. Я приехала, как всегда все вовремя, даже раньше времени, я чуть-чуть с опозданием, но у нас еще 15 минут до начала аренды, как раз успею переодеться, это у меня сменка с собой. Маша серьезная, Маша выкладывает сторис. Да, я влог снимаю. Наша студия. Что, я и во влоге про тебя уже рассказала. Сейчас будем интервью делать. Как отметить тут какая-то... Кого? Студия? Сюда не находишься. О, ты можешь сесть и сделать вид, что ты позируешь для фотосета. Сейчас, залезть в платье сложнее, потому что ноги не встречаются. Короче, вот так, типа берешь ногу, берешь вторую ногу, на них можно так чуть-чуть обидеться, толкаешься от земли и жопой. Оп! Все. И теперь мы закрасим, а? Все. И ноги поставь, окончательно на коляску. А теперь поехала. Покрутись это на месте. Да, лучше, знаете, вот так вот. Короче, колясочники могут сами спускаться с полябриков, но я этого не умею, но это не лучше. Ты встаешь на маленькой зоне и балансируешь. И вот так вот на зальник спускаешься с полябриков. Слочите. Ну и когда вот, например, тебя находит заехать, какая-то ступенька, как-то ошибка, перескакиваешь, и ты уже зайдешь. Ага. Ничего себе. Какой сложный процесс. Мы с Машей справились. А теперь мы едем на лифт. Я яйца нашли. Я тоже хочу. У вас бабушка будет кормить, да? Нет. Бабушку уже саму надо кормить. Мы что-нибудь купим к чаю. Просто бабушка уже забыла, как пользоваться. А ты уверена, что тут открыто? Третья. Алишер положил Артюшу. А на сколько он уже, кстати? Без 20 часов. Без 20 часов. Ой, два. Без 20 часов. Ты когда-то позвонил. Ага. Ну, мы едем. Сейчас Алишеру позволю на работу. Я предсказывала. Я это предвидела. А он мне не верил. Поэтому мы сейчас пока Артюша спим по делам Алишера едем. Потом он нас закинет бабушке с дедушками. Сегодня к нему в гости. Алишер поедет дальше по своим делам. Топ-топ-топ. У нас вообще все убеждилось. Мы, короче, сейчас не попадем в бабушке с дедушкой, потому что Алишера припахали по делам, позвонили им. Мы сейчас развернулись в сторону дома, так и почему бы в отдельный магазин зайти. Вот, а я никак не могу дозвониться до бабушки с дедушками. Я в них занята. Не могу сказать, что мы не приедем. Прямо сейчас должны будут приехать. Просто Алишер меня может туда к ним закинуть? Забрать уже не сможет. А мы даже без коляски, без санок, без всего. Нам пришлось отменить. И сейчас у меня 10 минут на магазин. Ну, короче, мы завтра к нему поедем. Мы вернулись домой. Ну, в общем, как вы поняли, сегодня бабушке с дедушкой не получилось поехать. Алишер нас завез и сразу уехал. И была. Договорились на завтра. И мама тоже пойдет. Не пустит. Будет здорово. Но жалко, что получилось так неудобно. То есть мы уже к ним ехали. И через 15 минут должны были приехать. И тут пришлось разворачиваться и ехать в обратную сторону. Это, конечно, было некрасиво еще так. Когда ты, ну, говоришь, я приду к тебе в гости, а потом не приходишь. Но не получилось у меня других вариантов, как это организовать. Поэтому просто перенесли на завтра. Сейчас буду, как всегда, заниматься уборкой. У меня с утра тут куча всего осталось. Потому что мы утром чуть-чуть только посуду помыла. И все, и поехали мы уже в город. Вот. И еще надо ужин готовить. Поэтому я даже не знаю, успею ли я вторую пробу к организовать ребенку. Скорее всего, не успею. Потому что он сегодня должен пораньше лечь. Сыр тебе еще. Знаете, кофе, монанчик. Вот. И покажу сейчас, что купила. Вот. Я говорила, что мне сложно что-то попросить на какой-то праздник, потому что у меня все есть. И в то же время, когда мне что-то очень хочется, Алишер всегда говорит, да, пожалуйста, покупай. Поэтому у меня как бы подарки без праздника, без повода. Вот один из них. После того, как я сделала поделку, я вам сказала, что я хочу алмазную вышивку делать, алмазную мозаику. Я себе купила вот такую. Сказала Алишеру, я очень-очень хочу, давай заедем в магазин. Вот. На обратном пути заехали. Я за 15 минут выбрала. Такой вот так, что буду делать. 30 на 40 размер. И причем я посмотрела сначала... Это я в Меркурии покупала. Я сначала посмотрела, там на первом этаже есть такие стойки с вышивками, крестиком, лентами, мозаикой. Потом поднялась на второй этаж Леонардо. Там, конечно, намного больше выбор, но мозаика того же размера, которая мне понравилась. Например, стоит Леонардо 2 300. А эту я купила за 1100. То есть, Леонардо наценки всегда такие конские. И не знаю, почему. Я всегда туда захожу, такая, сколько всего, как классно, все хочу. И никогда там ничего не покупаю, потому что мне всегда дорого, и ищу где-то в других местах. Но выбор Леонардо, конечно, просто нереально крутой. Я, по-моему, там только докупажные карты обошлась. Покупала, когда докупажем увлекалась и декорировала трюмо. Вот, потому что мне нигде было не найти таких, как я хотела, докупажных карт, если не подходящие, были в Леонардо. Помните, как Алишер мастерски починил свет в ванной, который полгода не могли починить и хотели вызывать электрику, и все было лень. Так вот, я сейчас точно так же мастерски починила плиту, у которой уже пару месяцев не работал автоподжиг. Знаете, почему? У нас розетка, точнее, вилка в розетку была неплотно воткнута. Хорошо, что я газовщиков не вызвала, они бы посмеялись. Я мою пол, Артеша мне помогает. Ты помогаешь, да? Где грязь? Другой. Очень много грязи, да? Ну, вытри грязь, пожалуйста. И там можешь вытереть. Я там уже протирала, можешь теперь ты вытереть. А на днях он мне тут помог. Я разлила воду в ванную, я не помню, что я тут делала, в ванну что ли мыла. И он увидел, что лужи напала, пошел на кухню, взял чистое кухонное полотенце, которое только что повесило, и вытер ему пол. Я его душевно поблагодарила. Выкинула в полотенце в грязное. Не стала разочаровывать ребенка. Видите, как старается. Молодец, зайчик. Прямо как мама только что тут ползла. Мы вешаем игрушки. Вот те, которые я сделала, на гнездые крючочки досталась. Недвека повесили. Артеш сейчас будет вешать бабочку. Давай, придумывай, куда ты хочешь вешать. И еще вот такие повесим деревянные. Нам подарили их. Можно раскрасить, но я пока не буду. Может быть, к следующему Новому Году. Горячее. Нет, не горячее. Попробуй. Сделала ужин без заморочек. Макароны по-флотски. Ребенок говорит, что это такое в макаронах? Лишнее лук, мясо. Зачем? Я хотела просто макарон. Ну, кушай. Чего там такое? Хитрюшка ты. Носится, носится, носится. Играли в машинку. Сейчас будем такие наклейки клеить, которые подарили на Новый год Артеше. Мы еще их не открывали. Хочешь наклейки клеить? Да. Я увидела тут на днях в шкафу Артешин альбом и вспомнила, что я не заполняла его за второй год. Так что сейчас буду смотреть, что у меня тут не заполнено, что можно дополнить. А дай-ка... Ого! Подожди, дай переверну. Такой маленький. Это ты? Я. Да, ты такой маленький был. Смотрите, какой маленький был. Это в роддоме. А вот это уже дома. А вот это один из самых интересных разделов. Смотрите, когда Артеш родился, бензины стоят 39 рублей за литр. А сейчас помните, сколько? Кажется, я сегодня все не запомню. Тут еще целая куча всего. И мне надо распечатать фотографии, сделать отпечаток ладошки. Артешин я, кстати, не делала, когда год был. Там тоже такая страница была. Сейчас хочу сделать. Ну, завтра сделаю. И надо распечатать фотки, как мы ездили в Туркмению, как день рождения прошел Артешин и еще и в родственников для генеалогического древа. Вон тут про день рождения. Типа, как праздновали. Я хочу заполнить, потому что очень интересно было сейчас пересматривать. Блин, ручка смазывается. Не закрываю эту страницу, потому что тут сохнет. Очень интересно было пересматривать фотки там с одного года. Вот, например, один год. Где-то тут фотографии были. Вон он какой был. Коляска какая была. Артеша увидела, говорит, это новая коляска. Я говорю, нет, это старая. Зубы его. Про зубы до сих пор не заполнила до конца, потому что у него пятерки так и не выросли. Ждем. А последний зуб очень давно был у него. Прям очень давно. Наверное, где-то когда летом. Вот, в общем, это графики его роста. Тысячу раз меня спрашивали, где я брала этот альбом. Я брала его в буква ЕДЕ. И я думаю, они там еще есть. И альбом мне этот нравится. Он интересный. Правда, тут много таких конвертов, в которые я ничего не буду вкладывать. Но вот. Вот тут, видите, тоже надо вклеить запонт. Но вот так вот приклеиваешь фотки, и это реально того стоит. Потому что, понятно, что можно посмотреть фотографии всегда на телефоне, но когда ты листаешь вот так вот альбом и что-то читаешь про себя, да, ну, для ребенка это будет потом вообще суперски. У меня тоже есть альбом, просто с фотографиями. Но был бы такой, я была бы в еще большем восторге. И это очень классно. Малышарик, ну, это я вам уже показывала. Вот, вот такая у него обложка. Есть для мальчика, есть для девочки. Такое. По-моему, так и называется наш малыш. Будет следующий ребенок, тоже куплю такой альбом. И тут вот один год, один год, два года, три года. Наверное, на трех годах все кончается. А нет, тут вон еще. Можно и до школы заполнять, если хочешь. Еще конверт. Ну, то есть, такой альбом классный. Туда можно много чего вписывать. Мне нравится. Я люблю такие вещи памятные. Они всегда очень приятные, потому что наша жизнь, она, как сказать, когда мы ее проживаем и потом оглядываемся назад, мы не помним, какой у нас был айфон, а зато вот, 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 как ты с ребенком в первый раз домой приехала из роддома. Это очень теплое воспоминание. Я распаковала мозаику. Вот так оно выглядит. Это стразы разных цветов. Они круглые, кстати. В прошлый раз, когда я делала, у меня были квадратные, круглые. И тут еще в комплекте две ручки. Ну, это клей для ручек, сюда бисер и стразы высыпать и палитра с номерами. Так что сейчас начну делать. Посижу, наверное, не знаю, минут сорок, а потом за работу возьмусь. Но сначала хочу этим позаниматься, пока Лешар еще не приехал, чтобы не отвлекал меня от этого приятного занятия. Ну вот, за полчасика сделала вот столько, чуть-чуть. Теперь можно идти заниматься делами. Я, наверное, на этом влог закончу, потому что сейчас поработаю, потом влог смонтирую, да и все, день закончится. Так что желаю вам хороших выходных. Каникулы зимние близятся к концу, да? Какая-то печаль. Проведите выходные с толком. Увидимся завтра. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok